Можно ли жить правильной, но не религиозной жизнью? Что тогда назначает правильная жизнь, по-вашему? Правильная жизнь прописана Богом в священных писаниях. Если вы живете нравственной жизнью по священным писаниям, но не поклоняетесь Богу, то это тоже жизнь религиозная, понимаете? Просто вы при этом не совершаете никаких действий разума. Вы просто живете правильно, но не меняете свою судьбу. Это не духовная жизнь, но религиозная. Жить правильно и нерелигиозно невозможно, потому что все правила жизни даны Богом. Невозможно жить правильно и нерелигиозно. Любая правильная жизнь — это религиозная жизнь, всегда. И все правила, которые я вам говорю здесь, — это тоже религиозные правила. Эти правила написаны святыми людьми или Богом, и они даются в священных писаниях. Просто, видите, как бы очень практично, поэтому вы приходите слушать. Почему святые люди болеют? Хороший вопрос. Святые люди болеют, потому что есть два типа судьбы кармы, которые могут действовать на святых людей. Первый тип кармы — это та карма, которая имеет очень глубокую природу и дается человеку как определенные непреодолимые препятствия жизни. Ну, то есть, другими словами, святость бывает разная. Бывает, что святые люди не настолько очистились, они уже светятся, они уже святые. Но у них в глубине еще есть остатки кармы, такие как бы скалы кармы, которые могут еще ломать их жизнь и заставлять их болеть. Но чем отличается святой человек? Первое отличие — он испытывает глубокое счастье постоянно. Второе отличие — болезнь не ломает силу духа его. То есть, он может болеть, но он все равно остается счастливым внутри, по-любому, хотя тело страдает. Третье отличие — несмотря на болезнь, святой человек не только сам не страдает, а еще и несмотря на болезнь, он вдохновляет жить духовной практикой других, даже несмотря на то, что он болеет в это время. Могу вам сказать по секрету, что ту карму, которую сам святой человек не может сжечь в своем сердце, только по той причине, что он не хочет на это тратить свое время, он думает поглощен о других и о Боге. Поэтому он не сжигает эту карму. Эта карма болезней святого человека предназначена для сжигания нам с вами. Это мы должны эту карму плохую святого человека сжигать своими силами. И святой человек может легко вылечиться, когда за него молятся. И когда люди молятся за святого человека, как вы думаете, кто больше вылечится — святой человек, за которого молятся, или тот, который за него помолился? Вы ошибаетесь. Вы так ошибаетесь. Тот человек, который молится за святого человека, в миллион раз больше блага получает, чем святой человек. Хотя святой человек, несомненно, может от вашей молицы вылечиться. Несомненно. Никакого сравнения нет в том, что происходит с судьбой того, кто молится за святого человека. И с судьбой того, кто уже является святым человеком. Святому человеку все равно, болеет он или нет. Он уже счастлив. А вот тем, кто молится за него, эти люди получают великое благо. И счастье немедленно повлоняет их жизнь. Немедленно. Вторая причина, почему святые люди болеют, заключается в том, что когда святой человек берет учеников, он берет карму на себя этих учеников. Их болезни, страдания, свое сердце берет. Это происходит во время обряда посвящения. Посвящение означает, что ученики освобождаются от кармы, учитель на себя ее берет. И третья причина, почему святые люди болеют, заключается в том, что иногда Богу, Бог хочет, чтобы святые люди болели. Он специально им посылает испытания, чтобы святости в их сердце интенсивно увеличивалось и стало очень крепкой и могущественной. Понимаете? Поэтому он испытания им в жизни посылает, чтобы они закалялись. Вот три причины болезни святых людей. И есть только одна причина для нас. Болезни святых людей для нас – это единственный шанс возвыситься. Единственный шанс возвыситься. Если святой человек заболел, и вы об этом узнали, немедленно бегите домой и начинайте о нем молиться. Немедленно Бог войдет в вашу жизнь. Немедленно. И он будет всегда с вами. Я это ощутил на себе. Я сейчас это делаю. Мой духовный учитель болеет. Я находюсь в состоянии глубокого счастья, находясь, молясь за его здоровье. И испытываю огромную радость, потому что я чувствую, что я востребован. Моя жизнь не прошла зря. Понимаете? И мой учитель дал возможность ему послужить таким образом. Я вам приведу один удивительный пример, который вам будет очень интересен. Примерно чуть больше года назад. Один духовный учитель моей духовной традиции, очень святой человек, у которого к того времени было 50 тысяч учеников. 50 тысяч учеников. Карма учеников так сильно навалилась на него, что он получил инсульт. Это был очень глубокий инсульт. И этот инсульт, он настолько сильный был, что он остановил дыхание. Но так как Бог уже все знал, поэтому в это время он его поместил рядом с больницей, в которой работали, ну тоже в нашей духовной традиции люди. То есть эта больница в Бомбее, она как раз занимается, то есть там работают люди, которые занимаются духовной практикой. И они привезли этого святого человека и поставили ему аппарат искусственного дыхания. И во всем мире его ученики, и не только его ученики, день и ночь начали за него молиться. Как вы думаете, сколько человек может прожить на аппарате искусственного дыхания, когда сердце само не работает и дыхание само не работает? Сколько? Ну так, примерно. Ну примерно, то в скидку. Сутки. Кто больше? Двое. Кто больше? А? Сколько? Семь дней, неделю. Кто больше? А? Сколько? Несколько часов врачи вот говорят. Этот человек прожил на искусственном дыхании месяц. И потом, знаете, что произошло? Он вылечился. Ему сняли аппарат искусственного дыхания. Он начал ходить. Через некоторое время он начал читать лекции. И начал восстанавливать свое здоровье. И он сказал. Я, говорит, когда лежал, я чувствовал, что смерть приближается ко мне, стоит рядом со мной. И люди, которые за меня молятся, не пускают ее в мое тело. Месяц целый он это чувствовал. Он видел смерть, рядом с собой чувствовал. И они просто не давали ей войти. И когда плохой период кончился его астрологический, она ушла. Она ничего не смогла сделать. Он сказал, благодаря молитвам моим ученикам, я жив. И продолжаю служить Богу. Как вам нравится такая ситуация? Может, я придумал, думаете, нет? Я вам сказал чистую правду. Через месяц этому человеку начали отключать аппарат искусственного дыхания. Сначала на два часа в сутки, потом на три. Так постепенно совсем его убрали. Этот человек лежал практически не двигаясь целый месяц. Даже просто лежать не двигаясь уже невозможно месяц. Это удивительный случай. И он выжил благодаря молитвам. Поэтому молитва — это огромная сила. О себе молиться бессмысленно. О своем здоровье молиться бессмысленно вообще. Глупое занятие. А вот молиться о здоровье другого — это огромная сила. Немедленно здоровье этого человека начинает восстанавливаться. Так работает Бог в нашем сердце. Он любит, когда мы молимся за других. И когда я вам скажу по секрету, если человек молится за другого человека, у него самого здоровья сразу лучше становится намного. Поэтому я вам советую это практиковать. Могут ли быть эти состояния, ну то есть настрои и настроения противоположными? Например, настрой позитивный, настроение плохое. Настрой негативный, настроение хорошее. Но настрой негативный и настроение хорошее — это уж слишком. Какой дурак-то будет этим заниматься? Настроение хорошее, зачем плохо настраиваться? Я желаю всем вреда. Я желаю всем вреда. Ха-ха-ха. Ну то есть бессмысленно. Это шизофреники этим занимаются. А вот настрой позитивный, настроение плохое — это нормальное явление в жизни. Как раз этим и надо заниматься. Когда у человека хорошего настроения, чего ему позитивно настраиваться? То у него и так все хорошо. А вот когда плохое настроение, надо этим и заниматься, сидеть и позитивно настраиваться. Желать всем счастья. А по-другому жить бессмысленно. Если у вас плохое настроение, садитесь и молитесь. Все остальное делать сейчас — это неблагоприятно. Вы испортите всем нервы. Испортите себе жизнь. Просто садитесь и молитесь. Полчаса молитвы, и можно сжечь все это плохое настроение полностью. На весь день. Мне 36,5 лет жизни. До сих пор ни работа, ни семья, счастья и удовлетворения не чувствовал. После изучения астрологической карты со специалистом выяснилось, что сфера деятельности жизни, торговля, не мое. Конкретных желаний или хобби, или что-то другое не имею и не умею. Куда двигаться в поисках своего зова работы? Как найти себя? Вам повезло. Потому что когда у человека есть и семейное счастье, и работа, он становится поросенком. И в работе счастья, и семейное счастье, он хрюкать ему только осталось. Почему? Потому что человек не развивается в этом случае. Он просто живет как растение и все. Потому что все есть в жизни, что ему надо. Все классно. А у вас ничего нет. Это супер. Вам осталось только самое главное – молитва и все. У меня есть один знакомый. У него такая карма. Очень хороший друг. Он на фестивале вот в Азовском море будет йогу преподавать. У него такая карма. Никаких шансов жить счастливой семейной жизнью. Астролог ему сказал. Никаких шансов иметь нормальную работу. Знаете, как этот молодой человек воспринял это? Он воскликнул. Джай, Джай! Он монах. Это значит, я буду всегда монахом. Это здорово. Спасибо за такие предсказания. Что-то вы не смеетесь. Вы не поняли шутки, что ли? Вы не поняли, потому что скупость сердца не дает вам понять. У этого человека нет скупости сердца. У него широкое, как океан сердца. И он поэтому не хочет ни семейной жизни, ни работы. Он хочет всю жизнь только служить людям и все. И он счастлив безмерно, этот человек. Безмерно. Поэтому, если сердце скупое, и Бог дает такую жизнь, нет счастья в работе, нет счастья в семейной жизни, человек стонет всю жизнь и все. Это значит, он скупец. Но если у человека сердце широкое, он начинает молиться, и он счастлив, и Бог ему потом все дает. Этот человек занят. И у него, у этого человека, о котором я сейчас сказал, у него всю жизнь семья. У него много близких людей, которые любят его, понимаете? Семья же не обязательно только жена. Семья означает любовь. И он счастлив, этот человек. Но понять это сложно обычному человеку. Так вот, перестаньте быть скупцом. Бог ничего вам не дал, садитесь, молитесь. Желайте всем счастья. Занимайтесь духовной практикой. И вы увидите, как сердце ваше очистится, у вас появится и семья, и работа. Но бывают такие ситуации, настолько тяжелая карма, что у человека ничего не появится. И это значит, что надо выбрать тот путь, который Бог дал. Одна девушка в Ижевске ко мне подошла и говорит, у меня, вот мне уже под сорок, не было никогда ни одного мужчины в жизни. Ну, не могут они со мной, не хотят знакомиться. Я посмотрел на нее, говорю, молитесь, вот так вот ведите себя, будьте женщиной. Там объяснил лекции, она послушала. И она интенсивная, она очень сильный человек. Она начала по-женски себя вести, молиться. И все начала вот так делать. Она потом, через год я приехал в Ижевск, она мне говорит, вы знаете, жизнь поменялась. Подружек много стало, все меня любят, вот у меня все хорошо в жизни. Я почувствовала вкус духовной жизни, почувствовала счастье, мужа нет. Никто не встретился. Я внимательно посмотрел и увидел, что никаких шансов ей в этой жизни выйти замуж. Никаких шансов просто. И она говорит, я хочу близких людей в своей жизни. Я говорю, идите в монастырь. И она такая посмотрела на меня и говорит, вы знаете, я вот в своем сердце так и чувствовала, что у меня счастье только в монастыре будет, больше нигде. Не знаю, пошла она или нет, но Бог сам решает, как нам жить. А если умопрямый, как бараны, тогда результат тоже будет такой же, несчастный. Поэтому Бог показывает путь. Нет счастья в семье, нет счастья на работе. Ну, занимайся духовной практикой, там будет счастье. Под Москвой есть целый ведический монастырь. И там живут 50 человек. И все эти 50 человек, у всех у них нет счастья ни в семейной жизни, ни на работе. Они счастливы безмерно. Вот таких счастливых людей не встретите. Они просто купаются в счастье каждый день. Понимаете, только скупец не найдет себе счастье в жизни. Надо учиться понимать, чего хочет Бог. Если хочешь, чтобы ты аскезы совершал и молился, молись. Но вот этого человека я могу точно сказать, что он, если молиться начнет, у него и семья будет, и будет работа, все будет. Это не такая ситуация, что надо в монастырь уходить. Я вижу по почерку. На самом деле у него и семья была, вот так, если посмотреть. И работа бывает, все нормально. Просто он капризничает. Мы с женой уже два года как вегетарианцы. Все это время никаких осуждений со стороны родителей не было. Однако совсем недавно мой отец решил, что нас надо спасать. Ну пусть спасает. Дайте ему возможность спасать. Периодически звонит и уговаривает пойти на консультацию к его знакомому диетологу. Чувствую неодобрение с его стороны. Я вежливо отказываю, но он все настойчивее опять звонит. Чувствую, что может обострить соотношение. Как правильно вести себя в этой ситуации? Стоит ли вступать с ним в полемику и объяснять, почему вегетарианство хорошо, а не вегетарианство плохо? Надо сказать, что у нас с женой уже долгое время не получается зачать ребенка. Может это из-за того, что негативно относятся к нашему вегетарианству? Да нет. Сейчас многим людям трудно зачать. Я уже говорил причин. Если трудно зачать, просто лечитесь. Приезжайте, поставим веточки и зачнете. Что касается вегетарианства, то вы сходите на консультацию. Смиренно послушайте этого человека, диетолога. Пускай он вам скажет, без мяса жить невозможно, без мяса гемоглобин низкий и все прочее. Пускай он вам все это скажет, ничего страшного. Пускай поговорит. И потом дальше живите как... Выполните волю отца и живите как дальше, как жили. Какие проблемы? У меня гемоглобин 140. Я мясо не ем уже 23 года. Без мяса жить невозможно. Ну, значит, я тогда помер уже. У меня в Киеве была передача детская по вегетарианству, шуточная. И мне говорят, ты шути, прямой эфир у нас будет, ты шути с людьми. Я говорю, хорошо, будем шутить. Человек в прямом эфире звонит и говорит мне, без мяса жить невозможно. Я говорю, это вопрос или ответ? Он говорит, это ответ. Я говорю, хорошо. Тогда впервые на киевском телевидении выступает мертвый доктор. Потому что я, говорю, без мяса уже 20 лет. Я говорю, я уже умер, говорю. Так мы шутили. Ну, глупо ведь, глупо. Это глупое вообще утверждение абсолютно. Почему? Потому что в Африке есть племена, которые одними кокосами вообще питаются. Там по мясу даже вообще речи никакой нет. Нет, мясо это хорошо. Ну, потому что мясо это хорошо, когда оно не внутри человека. Мясо хорошо, когда оно, его хоронят. Как бы. Относится к нему как к тому, что должно быть в земле. Вот. Потому что это умерло, оно должно гнить уже, а мы его куда-то пихаем. Я почему не ем мясо? Потому что я вижу, как это мясо портит судьбу. Надо выключить тук-тук, чтобы не мешал на лекции. Рыба нормально. Рыба же, она не мучается, когда умирает. Ну, просто рыба засыпает просто и все. Рыба нормально. Все? Рыба, она... Рыба, это же растение. Я тоже в девятом классе сам бросил есть мясо. Потому что я почувствовал, что эта пища счастья никакого не приносит мне. Это просто ваше, да? А зачем? Вы сами переубеждаетесь. Молодец, молодец. У нее чистое сердце. Знаете, я вам такую вещь скажу. Нет смысла переубеждать. Это вопрос просто времени. Это вопрос культуры. Чем культурнее человек, тем он больше понимает, что мясо – это пища, приносящая страдания. Почему? Потому что животное, которое убивают для того, чтобы мы съели, оно выходит из грубого тела, в тонком теле остается. И оно видит, как его потом поедают. И оно проклинает этих людей. Потому что животное, у нее ум работает точно так же, как у нас. У нее просто не функционирует разум. Поэтому животное в ведах называют детьми. Животное называют маленькими детьми. Если взять ребенка грудного, он как животное точно так же. То есть он тоже все видит, чувствует, но он не может еще ничего сказать. Он не может принять решение. Просто как маленькие дети животные. У них есть эмоции, чувства, все. У них есть память. У них все это есть, просто у них нет еще разума принимать решение. Веды говорят это как дети. Поэтому, если мы едим животных, как мы своих детей поедаем. Понимаете? То есть животные, они проклинают тех, кто их ест. Поэтому люди, которые едят мясо, они изначально уже счастливой жизни не светят. Ну то есть это означает, мы поедаем энергию страданий. Но, к сожалению, наша культура не имеет понимания этих вещей. И поэтому где-то три тысячи лет назад люди начали есть мясо. До этого веды объясняют, люди не ели мясо. То есть все понимали, чувствовали, что это зло. Это не принесет счастья. Но постепенно, как бы вот это тонкое видение, понимание истины, оно вырдилось. И поэтому люди начали кушать мясо, к сожалению. В основном мясо, в принципе, оно так не дает никакого сильного вреда при небольшом употреблении с позиции здоровья. Оно портит судьбу просто. Но я могу сказать точно некоторые вещи, которые я обнаружил. Что люди, которые достаточно много едят мясо, все болеют атеросклерозом. От вегетарианской пищи, от молочных растительных жиров. Атеросклероза никогда не бывает. Атеросклероз – это не болезнь нарушения обмена веществ. Это болезнь осквернения тонкого тела ума. Все люди, которые едят мясо, где-то к 45 годам у них начинает тонкое тело зашлаковываться от энергии насилия, которую они в себя по ним потребляют. И постепенно тонкое тело ума уже не может справляться с ней. И в результате вот эти расстройства все начинают. Сначала расстройство памяти, утомляемость сильная, мир становится такой мрачный очень. И человек, и постепенно у него начинаются несколько видов обмена веществ сразу одновременно идти в организме. В том числе и жировой обмен. И накапливается в сосудах вот эти вот все дела. Я могу это прослеживать. Вот у вас уже этот процесс пошел. Нет, вот у женщины, да. Да, в сосудах мозга. Вас еще нет. Вы, по-моему, активно там двигаетесь, что-то делаете. Да. Ну, то есть... А? Что? А у меня процесс пошел. Я сейчас про всех не буду вас говорить. Сейчас весь зал придется диагностировать. Это сосуды. Ну, это не от атеросклероза у вас. Ну, ладно. В общем, идея в чем заключается? В том, что мясо и рыба – это все продукты насилия. И веды объясняют, что есть пять уровней развития жизни. Они объясняют. Первый уровень – это жизнь, когда живое существо не осознает себя. То есть оно живет как во сне. То есть это жизнь во сне, глубокий сон психический. В таком состоянии живут деревья. Если посмотреть, как деревья растут, то можно видеть, что жизнь в них протекает очень инертно. Если дерево, допустим, отрезать веточку, то еще лучше растет, потому что это пробуждает, как бы возбуждает дерево к росту, к активности. Поэтому деревья обрезают там и так далее. Но если у поросенка отрезать лапку, то это не возбуждает к росту, понимаете? То есть новая лапка не вырастает, потому что это очень сильная травма для психики, для организма животного. Есть такой анекдот украинский. Один украинец приходит к другу своему домой, смотрит, у того поросенок бегает без лапки. И тот говорит, а что это у тебя поросенок-то без лапки? Ампутацию сделали, что ли? Он говорит, да какая ампутация? Я, говорит, просто холодец захотел, что мне теперь, скотинку убивать, что ли? Отрезал ему лапку, и все. Если хочется мяса, значит, хочется насилия. Хочется насилия, значит, все нормально. Что касается вашей дочки, то... Да, она хорошая у вас. Даже если бы она ела, она все равно хорошая. Не волнуйтесь, я не против тех, кто ест мясо. Я просто объясняю. Вот, я вам говорю, что на самом деле у меня дочка, она никогда не ела ни мяса, ни рыбу. И она росла очень спортивной, атлетичной, то есть очень крепким человеком. Ну, то есть в молочной пище, в сметане, допустим, белки усваиваются гораздо лучше, чем в мясе. Можете провести такой эксперимент. Восстоздайте желудок просто, сделайте раствор соляной кислоты, сделайте 1% раствор соляной кислоты и варите кусок мяса в этом растворе, и варите кусок сыра. Вы увидите, что кусок сыра где-то через 3 часа превращается в пыль. Кусок мяса будет вариться примерно 6-8 часов, и он не превращается в пыль. Он просто после этого начинает чуть-чуть как бы, ну, разлагаться. Ну, то есть для того, чтобы кусок мяса превратился в пыль, нужно 10 часов его варить. Представляете, какая тяжелая пища? Даже с точки зрения здоровья. Молочные белки, это тоже животные белки, они все имеют все аминокислоты, все полностью. Они усваиваются гораздо быстрее. С этой точки зрения, как бы, какой смысл в этом мясе? Если вы говорите, что ей нужны белки, ну, пусть ест сметану, творог, там, сыр. Это будет гораздо... Сейчас все спортсмены перешли на молочные смеси. Тяжелоатлеты все перешли. Поизучайте их диету. Те, кто занимаются тяжелой атлетикой. А мясо перестали есть, потому что это неэффективно. Молочные белки гораздо быстрее дают вес. То есть человек на них крепнет быстрее гораздо. Я даже забыл, что это такое. Я рыбу люблю только, когда на нее смотрю, когда она плавает. Я ни рыбу, ни мясо не ем уже 20 лет. 23 года. Очень обожаю, очень вкусно. Молоко — это продукт любви. Корова, когда любит, она дает молоко. Так же, как женщина. То это не мясо уже все, это не мясо. Нет, конечно. Суп на мясе — это не мясо. Колбаса — тоже не мясо. Ну ладно, давайте будем на другую тему говорить. Замучили меня с мясом уже. Прямо чувствую, как на кладбище себя уже. Расскажите про Экадыши. Что это за дни и как их соблюдать? Веды объясняют, что в определенный день, в одиннадцатый день восходящей и нисходящей Луны, в одиннадцатый день, Луна связана с нашим умом. Она дает стабильность уму и дает ему спокойствие. Одиннадцатый день восходящей и нисходящей Луны — это такой день интересный, что ведические ученые заметили, что в этот день Луна в такое положение входит, что у человека теряется правильный контакт с Луной. То есть в этот день Луна начинает очень негативно на человека влиять. И поэтому в эти дни очень много аварий, руганий, скандалов и так далее. И поэтому в этот день человек должен перейти на внутреннюю жизнь. То есть он должен больше молиться, перестать есть зерновую пищу, которая очень сильно связана с лунной энергией и солнечной. То есть зерновая пища, она как бы очень сильно наполняет ум энергией. И мясо точно так же делает. Поэтому ни мясо, ни зерновую пищу в Икадыше не рекомендуется есть совсем. Для того, чтобы контакт с негативной энергией Луны не произошел. Поэтому одиннадцатый день восходящей Луны, одиннадцатый день нисходящей Луны, одиннадцатый день вот недавно был, два дня назад где-то были Икадыше. То есть просто не едят зерновую пищу. Некоторые совсем постятся, но это уже по желанию. У меня с дочерью сложились ненормальные отношения. Ей тридцать восемь лет, имеет пять детей, а, пять детей, пять и девять лет. Живет отдельно в разных городах. Детьми я занимаюсь с самого их рождения, выездом на жительство к ним. Но со стороны дочери получаю только пренебрежение и нежелание выслушать, не знаю, что делать. А вы на самом деле занимаетесь греховной деятельностью. Детей должна воспитывать мать. Когда бабушка берет на воспитание детей, она делает очень медвежью услугу. Следует знать, что дети, то есть внуки даны человеку для наслаждения, а дети для того, чтобы им давать воспитание. Понимаете, когда появляются внуки, их психика так устроена, что они приносят столько счастья, что человек вообще не может их воспитывать. Потому что внуки, они дают радости гораздо больше, чем дети. Поэтому веды говорят, бабушки и дедушки не могут воспитывать внуков, потому что у них не хватает на это внутренней силы. Они их балуют. То есть у них нет возможности внутренне воспитывать. Можете посмотреть на жизнь, и вы увидите, что это так. Они могут или злиться на них, или баловать, одно из двух. Но терпеть детей бабушки и дедушки не могут. Внуков имеется в виду. Поэтому не рекомендуется забирать на воспитание у дочери детей. Потому что это ее и святой долг, ее воспитывать своих детей самой. Естественно, если бабушка забрала у своей дочери детей на воспитание, это значит, что ее дочь начинает распускаться дальше. То есть она наглеет. Ясно, что раз она обнаглела, она будет так себя вести. Понятно это вполне. Потому что женщина родила детей, и она должна отдавать им свою силу, а не копить ее в себе. То есть не балдеть, а служить детям она должна в это время. Поэтому, соответственно, наглость всегда присутствует у тех женщин, которые отрывают от себя детей и отдают на воспитание. Это обычное дело. Ничего здесь удивительного нет. Обычная ситуация. Поэтому надо просто принять ее, эту ситуацию, что делать. Раз она уже созрела, надо как-то принять ее. Скажите, пожалуйста, как относиться должны родственники... Пора заканчивать, да? Как относиться должны родственники к близкому, который находится в заключении? Так был наркоманом до этого, лечился, но только на зоне перестал употреблять. С ним пока поддерживают отношения только бабушка, которая его воспитывала. Опять видите тот результат. Почему человек и стал наркоманом? И двоюродная сестра. Ни мать, ни брат даже не звонят. Вы знаете, наркомания — это болезнь. Это болезнь разума. Точно так же, как и спиртное пьянство. Это больной человек просто и все. Я пробовал... Если поставить, допустим, лечение, человеку, который пьет, он начинает пить меньше. Почему? Потому что люди пьют от того, что у них скапливается определенная энергия, тяжелая в психике. И они не знают, что с этой энергией делать. Когда ты лечением разгружаешь эту энергию, человек спокойно перестает пить без проблем. Пьянство — это болезнь, которая возникает в результате нехватки любви. Когда женщина не служит своему мужу, не дает ему достаточно тепла, любви, то мужчина сам не может ее вырабатывать, как женщина. И у него два варианта. Или гулять начать, или выпивать. Одно из двух. Некоторые выпивают, начинают. Некоторые гуляют. Да, да, работать или Богу поклоняться. Когда человек Богу поклоняет, все нормально. Некоторые удаляются в работу, но это надолго не хватает. Человек истощается психически, и все равно потом придется или гулять, или пить. Одно из двух. Поэтому, как бы, временно можно погрузиться в работу. Но лучше строить отношения с женой, учиться правильно. Но так или иначе, пьянство — это болезнь. Людей, которые не знают, что человек рождается для того, чтобы работать над собой, а не просто жить, как растение. Ну, что делать? У нас несколько записок осталось. Я не успел ответить. У вас впереди еще несколько счастливых мгновений. Мы сейчас пожелаем всем счастья. Вместе поповторяем «Я желаю всем счастья». И потом вы увидите еще сюрприз. Вам покажут ведические танцы. и дети еще номер какой-то сделают. Вы согласны с такой программой? Я еще попросил организаторов, чтобы на следующие мои приезды после пожелания всем счастья делать лекции чуть короче. И после пожелания всем счастья, чтобы на сцене звучали ведические баджаны, настрои, чтобы можно было небольшой концерт делать где-то на полчаса, чтобы люди были счастливы, чтобы воззвучала музыка счастливая. Нормально? Чтобы вы расслаблялись после лекции, как бы чуть-чуть счастья, атмосфера счастья, чтобы было. Сейчас вы увидите небольшое выступление. Вы извините, если я вот что-то не так вам сказал по поводу мяса там. Я вообще, то есть, не склонен людей в шок вводить. Поэтому эти темы стараюсь не поднимать. А? Ну вы кушайте, все нормально. Я вам один совет дам. Человек должен делать только то, что он глубоко осознал. Когда вы осознаете глубоко, зачем что-то надо делать или зачем что-то не надо, вы очень легко потом будете делать как надо, без всяких проблем. Я перестал мясо есть 23 года по одной причине. Я не знал всей этой философии. Я просто начал лечить людей, и я тогда уже мог видеть организм. И я просто четко заметил, что тех людей, которые едят мясо, лечить очень трудно. Ну то есть, я следил по состоянию печени. То есть, печень это орган, который сильно связан с иммунитетом, со здоровьем человека. Я следил по печени, просто по одной наблюдал. Я заметил, что люди, когда едят мясо, их лечить очень трудно. Очень трудно. То есть, гораздо больше сил вкладываешь. Когда люди не едят мясо, вот так вот, вылечиваются очень легко. И сейчас я это тоже вижу. И я для себя сделал очень четкий вывод, что я мясо есть не буду. Потому что я увидел, что это мешает здоровью. И все. У меня была только одна как бы идея. Мне не было там каких-то глубоких представлений об этом и во всем. Я вам еще одну вещь скажу. Мои наблюдения, в течение пяти лет я пытаюсь лечить рак. И в последнее время у меня очень хорошие результаты. Если у вас есть люди, у которых рак только начинается у человека, ну, небольшая опухоль, ее даже не надо вырезать. Она практически у всех рассасывается у нас. Мы ставим кору деревьев, она очень мощно влияет, рассасывает все, что нужно рассасывать. И... Да, йогой занимайтесь, все у вас вылечится. Я вижу, о чем вы говорите. Это все просто хатха-йогой занимайтесь, и все у вас вылечится. Я заметил, что если человек ест мясо, хотя бы немного, вылечить рак невозможно. Просто невозможно. Потому что опухоль жрет эту энергию мяса, как не знаю что. Ну, то есть, она питается этой силой. Поэтому, это еще вот одно такое момент, очень ценный. Потому что сейчас количество употребления мяса очень сильно на планете выросло. Раньше люди так много мяса не ели. Скотинку зарезать, это был редкий случай. Понимаете, холодильников не было. Летом, допустим, резали, сразу съедали. А зимой тоже особо не порежешь, там нечем было кормить. Поэтому скотинку редко резали. В основном питались хлебом, молоком и так далее. Сейчас, так как у нас более техника выросла, сейчас употребление мяса на душу населения очень сильно выросло. В десятки раз. И поэтому вылечил, вырос также и количество злокачественных опухолей. В течение примерно сорока лет по статистике здравоохранения злокачественные заболевания постепенно вышли на первое место. Ну, как бы до этого они на каких-то местах. Но сейчас уже от рака умирает половина людей на земле. Поэтому делайте вывод. все сели прямо. Все-все, у нас нет времени. Нет времени. Все сели прямо. Сейчас будем желать всем счастья. Вот смотрите, вы когда повторяете «Я желаю всем счастья» и думаете о каком-то человеке, допустим, с ним плохие отношения или он болен. Вот вспомните такого человека. Допустим, он болен. Вспоминаете, допустим. Вы чувствуете этот человек, от человека идет позитив или негатив? А? Позитив, значит, вы не чувствуете этого человека. Еще раз сосредоточьтесь получше. Внимательнее настройтесь на этого человека. Он болен. Что вы чувствуете? Ну, что-то такое тяжелое. Так? Так или нет? Так вот, вы сейчас проведете некоторый эксперимент. Вы начните повторять «Я желаю всем счастья» и мысленно своим сердцем отдавайте вот прямо от сердца отсюда. Отдавайте, потому что сердце лечит другого человека. Отдавайте плоды пожелания ему. То есть, просто говорить «Это для тебя». «Я желаю всем счастья». «Это для тебя». Вот так вот повторяйте. И постепенно, в течение пяти минут следите за своим восприятием, за своей памятью этого человека. Вы заметите, что в вашей памяти этот человек будет становиться все светлее, лучше и лучше. И примерно к концу пожелания, а я заканчиваю, когда атмосфера очищается общая, вы увидите, что восприятие этого человека стало лучше. если этот человек ваш знакомый, позвоните ему потом по телефону и спросите, как у него самочувствие. Знаете, что он вам скажет? «Мне стало лучше». Это факт стопроцентный. Попробуйте и увидите результат. Если каждый день так делать, можно вылечить человека. Особенно, когда это делать вот в такой комбинации, когда 300 человек присутствуют рядом. это огромная сила. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, здоровья, знания, всего самого лучшего. Спасибо вам всем, что вы пришли на эту лекцию. Я вам очень благодарен. До новых встреч. Сейчас мы посмотрим красивый танец с вами. Спасибо.